Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеши. Сегодня мы с вами поговорим про Final Cut Pro X, а именно про его ошибки. Поехали! Сразу же после обновления Final Cut Pro X, именно после версии 10.2, у меня пропала возможность выводить видео. То есть после нажатия на клавишу Share, у меня здесь не работает ни один пункт, ни Master File, ни Apple Devices, то есть ничего не нажимается. И теперь приходится пользоваться вот таким вот колхозным способом. Выбираем здесь наш проект, после чего переходим в File и здесь нажимаем Send to Compressor. Естественно, вам необходимо установить данную программу. После чего нажимаем Add Outputs и здесь находим в Video Sharing Services HD 1080p. Нажимаем OK и нажимаем Start. После чего начинается вывод нашего видео. То есть теперь это происходит через стороннюю программу компрессора, опять же от пакета Motion, Final Cut и компрессор. Но, собственно, ее нужно установить и она, собственно, работает с выводом видео немножко дольше, чем это делал сам Final Cut Pro X. Ну и также, кто не знает, я ездил на небольшой отдых. В Инстаграме есть фотографии, подпишитесь, посмотрите. И, собственно, сделал небольшой себе видеоотчет и начал выводить видео через компрессор. И здесь у меня была такая ошибка, которая в самом компрессоре называется ошибка рендеринга видео 2.3. Вот такая вот надпись была на экране, как вы сейчас видите. И, собственно, как это оказалось, это было из-за плагина Color Final, про который я рассказывал в предыдущем выпуске. Может, это связано с тем, что он в кавычках официально скачен, поэтому может быть и такое. Но я им исправлял только насыщенность своей картинки, поэтому я просто упоминал на другой. Можно это сделать с помощью Color Correction, которое Apple после последнего обновления перенесла во вкладочку Color. Вы просто перетаскиваете данный плагин и у вас здесь появляется вот такая вот штучка. Вы, опять же, нажимаете и, собственно, здесь уже можете трогать и менять насыщенность. Ну и, собственно, то же самое можно сделать с помощью плагина Red Guy and Magic Bullet Looks. Тоже, собственно, с помощью вот этого можно и поменять насыщенность. Там также есть куча других настроек. Поэтому вот такие вот печальные вещи сейчас творятся с Final Cut Pro X. Чем это связано, я не знаю, но у меня лично есть проблема с плагином Color Final. И также не выводится видео, не нажимаются никакие вот эти вот иконочки. Поэтому, опять же, приходится пользоваться компрессором. Если у вас есть какие-то вопросы по Final Cut, то обязательно напишите их в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока!